Здравствуйте! Вы смотрите международное французское радио RFI. Сейчас мы находимся в самом центре Киева. И, как видите, если еще вчера мы могли спокойно, более-менее спокойно вести прямые эфиры, примерно отсюда же, без бронежилетов, без защиты, то сегодня здесь становится все более и более напряженно. Сейчас мы можем, наверное, уже без всякого сомнения сказать, что Киев действительно готовится к осаде, порой, пожалуй, к самому серьезной военной операции, которая еще была вот в эти дни здесь, в Киеве. По разной очень тревожной информации сейчас к городу, к украинской столице, подводятся войска. Уже вчера вечером мы видели бои, пока что, может быть, не слишком крупные. Рядом с Киевом слышали громкие взрывы. Пока что не здесь, вот не в центре, но, по крайней мере, в самой-самой ближайшем пригороде. Люди действительно боятся, и особенно здесь напряженная атмосфера становится после того, как из Харькова, который находится, конечно, ближе к российской границе, приходит информация про мощный взрыв, который прогремел на одной из больших крупных площадей в городе. Не было никаких военных объектов, поэтому здесь вот люди уже даже толком и не знают, куда прятаться, и что действительно станет следующей целью этого российского вторжения. Пока что вот в тот момент, когда мы с вами сейчас говорим, нет ни сирена, ни каких-то действительных угроз немедленного нападения. Есть ощущение, информация, что люди, российские войска взяли некую паузу, и пока что просто готовятся к очередному наступлению. Мосты, которые подходят к Киеву, правда, не со стороны, где проходит сейчас, именно как по нашей информации, есть основной российский контингент. Мосты с других сторон подорваны, по ним враг, как здесь называют российских солдат, не подойдет к городу и, конечно, не сможет ворваться в саму столицу, но нет никакой уверенности в том, что по другим дорогам, которые по-прежнему доступны, этого не произойдет. В городе сейчас готовятся, как я сказал, к вторжению до сих пор. Вот здесь вот буквально в нескольких сотнях метров от меня есть очереди в аптеки, есть очереди в супермаркеты, люди закупаются и боятся, что в ближайшее время они уже так спокойно на улицу выйти не смогут. Те, кто могут еще покинуть город, многие из них, по крайней мере, делают это. Еще есть несколько дорог, по которым вроде как безопасно уехать из города, но точной информации, опять же, нет. С теми, с кем не удалось сегодня поговорить в Киеве, главный страх в следующем, то, что город действительно пока что не берется, то, что город действительно пока сюда российские войска не вошли. И даже диверсионные группы, про которые мы много слышим от украинских властей, они тут тоже работают опосредственно. Мы их, по крайней мере, здесь не видим. Хотя часто говорят про то, что украинская армия берет их в плен. Так вот, если российским востям не удастся войти вот сюда, в Киев, где я встаю, есть страх, что будут массивные бомбардировки. Насколько с ними справится система противовоздушной обороны Украины, это очень большой вопрос, по крайней мере, для тех, кто живет здесь. Хотя есть надежда, что действительно Киев выстоит и справится с тем, что ждет его уже в ближайшее время. Еще раз, по достаточно большой информации, в ближайшие, по крайней мере, сейчас недалеко от города находятся войска, речь идет о колонии из десятков километров, и она готовится войти в Киев, когда это произойдет, и что действительно сейчас происходит, буквально в нескольких километрах, где сейчас решается по сути судьба города. Об этом информации практически нет, но город готовится к худшему. И вот сейчас, не знаю, насколько это хорошо слышно, но звучат сирены в Киеве. Впервые, по крайней мере, за несколько часов, впервые с этого раннего утра. И это, конечно, добавляет некой нервозности всем тем, кто сейчас находится рядом на улицах Киева. Здесь сейчас больше людей, чем вчера. Вчера все были несколько напуганы после комендантского часа. Ну а сегодня, скорее, этот страх ушел, но появилось новое волнение после того, как появилась точная информация, что Россия ударила по Харькову. То, что уже ничто практически с точки зрения морально, морали, по крайней мере, с точки зрения нравственности, не помешает людям нанести удар сюда, по Киеву. Итак, это был прямой эфир русской службы РФИ. Следите за нашими новостями на сайте РФИ. И Франц24 мы будем следить за развитием событий здесь, в Киеве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин